Всем добрый вечер еще раз. Меня зовут Мика Хигаль, первый Роял Мастер и довольно молодой лидер, но я очень рада, что вы присутствуете на моем занятии. Сейчас такое время, что можно учиться даже у детей и малышей, и мне очень приятно, когда на мои занятия приходят люди старшего возраста, и на самом деле хочется поделиться знаниями, потому что опыт работы в Атоме, во-первых, у нас очень большой, и опыт в преподавательстве тоже у меня есть, и это все помогает проводить обучение для вас максимально эффективно. А Элита нам пишет из Кореи. Да, в Корее уже глубокая ночь, но я рада, что вы тоже с нами. А это наш инстаграм. Кто еще не подписан, подписывайтесь. И сегодня, кроме эмоционального интеллекта, у нас также тема лидерские привычки. То есть мы сегодня разберем и то и другое. Если будут какие-то шумы, к сожалению, у нас ремонт происходит сверху или со стороны, и жужжат даже по выходным. Так что это Алмата, строящийся город. Ну что ж, давайте начнем про разговор про эмоциональный интеллект. Возможно, кто-то не знает. Принято было раньше говорить только о IQ, но теперь у нас понятие EQ также важно, настолько важно, сколько и интеллект, способности нашего ума. Эмоциональный интеллект – это умение распознавать свои и чужие эмоции и управлять ими. Если IQ измеряет интеллектуальные логические и аналитические способности, то EQ – личные и социальные навыки. Получится подружиться с эмоциями, сможете наладить отношения с людьми. Понятие коэффициента интеллекта IQ существует более стали. А EQ мы говорим с 90-х годов. И в нашем бизнесе особенно это важно, понятие национального интеллекта и знать, что это такое, как это использовать в работе для того, чтобы ваша команда была максимально эффективная. Мы этот уровень говорим о команде, о том, как усилить нашу команду, как сделать так, чтобы наша команда стала еще сильнее. И, конечно же, Atomi – это бизнес отношений. В бизнесе отношения очень важное значение имеет эмоциональный интеллект. Я думаю, что кто уже не первый год в Atomi согласится с этим. Что здесь неважно, какой у нас интеллект, на какой процент мы сдаем какие-то интеллектуальные, знаем теорию. Здесь важно, как мы общаемся с людьми, как мы умеем себя вести в той или иной критической, стрессовой ситуации, потому что этот бизнес у нас не на один день, не на один год, он у нас навсегда. И мы строим этот бизнес с нашими партнерами, как с семьей, на долгие года и даже на следующие поколения, на три поколения. Поэтому нам важно сохранить отношения с нашими партнерами, со всей командой, и со спонсорами максимально близкими, максимально теплыми, несмотря на то, какие обстоятельства бывают в нашей работе. Потому что в любом коллективе, особенно женском, возникают разные моменты. И если вы умеете распознавать свои чужие эмоции и управлять ими, то у вас получится построить очень сильную команду Атоми, получится поддерживать отношения, поддерживать успех здесь не только ваш, но и всей команды. А от вас, как от руководителя, да, мы в прошлом занятии говорили о том, что вы руководитель своего бизнеса, вы лидер, от вас зависит очень многое. То есть дубликация идет от вас, точнее, от вашего спонсора, а потому что вы лидер для своей команды, левая и правая ветка, обе ваши, и уже от вас будет зависеть, как дальше будут строиться отношения. Поэтому кто знает, кто предупрежден, тот вооружен. Записывайте себе нужные какие-то моменты, какие-то осознания в блокнот, которые вы видите, или можете просто записывать что-то из слайдов. Не рекомендую делать скриншоты, потому что, ну, то, что мы просто фотографируем, оно забывается очень быстро. Когда мы их записываем, оно хоть держится в нашей памяти. Ну, о памяти мы еще поговорим с вами далее. Итак, что дает высокий интеллект, да, то есть эмоциональный интеллект? Зачем вообще это нужно? И давайте слева направо, да. Понимание себя, истинных желаний и жизненных приоритетов. Я думаю, что это многим нужно, да. Понимать вообще себя, почему я так реагирую, почему я делаю деленные вещи. Свои истинные желания понимать. Зачем, да. Мотивацию откуда брать? Знать свои желания. Как заполнять жизненный сценарий тоже, да. Знать свои желания и жизненные приоритеты. Дальше. Повышение продуктивности. Мы знаем, что мы способны на огромные-огромные достижения. Мы способны стать и мастером продаж, и покорять карьерную лестницу Атоми. Но как сделать так, чтобы наша эффективность была максимальной, это тоже высокий эмоциональный интеллект. Достижение целей и успехов в жизни. Следующее знание своего физического эмоционального состояния. Прочные связи с семьей, друзьями и коллегами, что очень важно. Атоми, еще раз повторюсь, бизнес-отношения нашей коллеги, они как часть нашей семьи, как наши друзья. Поэтому прочные связи будут создавать вам прочный бизнес. И концентрация на приятных и действительно важных вещах. И вот такие эмоции мы испытываем. Ну, где-то примерно 27 разных эмоций вообще существуют у нас, у людей. Слева, да, вы видите фотографии, справа названия, картинки в названиях таких эмоций. Радость, счастье, удивление, сомнение, задумчивость, недоверие, шок, самодовольство, коважность. Ну, то есть совершенно разные эмоции и огромное их количество мы испытываем в один день. И кто уже знает, не пишите в чате, а кто еще не знает, напишите примерно, сколько эмоций в день вы думаете мы испытываем. Примерное число. Так, Наргиза 100 взяла больше. Да, мы испытываем намного больше эмоций, чем 100. Эдуард пишет, это первый код. Да, давайте сделаем эту цифру первым кодом. Сейчас напишут. Тысячу кто-то написал, но это слишком много. Что-то среднее. Между сотней и тысячи. Примерно, да, это не индивидуально, а примерно так вы считали, ученые. 400 примерно, Наргиза, да, вы угадали. Давайте, я попробую это написать сейчас здесь. А, так, давайте я попробую здесь написать. И это будет первым кодом, давайте так и сделаем. Сейчас, сейчас, сейчас. Видно ли экран сейчас, скажите? И пролистывается ли вперед? Вперед, назад. Да, ну, отлично, спасибо. 400, это будет код, первый код, да, в конце будет еще второй. Так, не листает? Вот, давайте посмотрим сейчас. Видно ли пять показателей эмоционального интеллекта? Так, нет. Не видно, да? Сейчас, я еще раз. Тогда запущу. Так. Да, у нас далее пять показателей сейчас. Так, хотелось бы на весь экран сделать, поэтому сейчас. Так. И пролистываем назад. Видно ли, как пролистывается? Вот сейчас я, например, следующий слайд открываю. Пять показателей. Спасибо большое. Теперь видно, отлично. Продолжаем разговор. И мне очень нравится эта фотография, да, когда, ну, картинка такая, когда мы вот испытываем все эти эмоции, и так глаз смотрит на них, на все эти эмоции и думает, какую выбрать. И давайте пять показатели тоже рассмотрим. И давайте пять показателей тоже рассмотрим. Первое. И настойчивость. И настойчивость, что очень важно, да, в признасе и атоме. Так, социальные навыки общения. Видно ли этот слайд? Умение управлять взаимоотношениями, выстраивать социальные связи, оказывать влияние на других людей. Социальные навыки тоже очень важны. Ага, спасибо большое, Наталья. Эмпатия дальше в розовом цвете, не зря, потому что эмпатия — это способность к пониманию текущего эмоционального состояния других людей. То есть, когда самоосознанность — это про себя, эмпатия — это про других людей. Сейчас, минуточку. Так, и последнее. Управление своими эмоциями. Способность контролировать или перенаправлять разрушительные импульсы и эмоции, удерживаться от поспешных суждений, думать перед тем, как действовать. И напишите, пожалуйста, сейчас в чате, какой из этих показателей от 1 до 5 вы бы хотели в себе разбить, и какой из них вы считаете, что обязательно, ну, очень важно в нашем бизнесе. Управление своими эмоциями, пишет Сэрмен. Да, самоосознанность. Эмпатия для кого-то. Все. Далее. Управление своими, да, своими. Очень много своих эмоций, кстати. Это очень интересно. Мотивация. Социальные навыки. То есть я вижу, что все навыки вы перечисляете. У кого-то что-то определенное, у кого-то все. Мотивация. Мотивация, социальные навыки, эмпатия. Управление своими эмоциями. Все пункты важны, но особенно нужно мне проработать управление эмоцией. Да, согласна. В Атоме мы растем, да, личностный рост происходит, но, к сожалению, можно наделать очень много ошибок. И... А, сейчас, минуточку. И навредить своему бизнесу, если мы не умеем управлять своими эмоциями. Я думаю, кто уже сталкивался с такой проблемой, напишите плюсик, пожалуйста. То есть когда именно вы, да, не ваш спонсор, не партнер, а именно вы попали в такую ситуацию, когда надо было лучше там про другому себя повести. Очень много плюсиков вижу. И спасибо большое всем за откровенность. Да, я думаю, что и у меня тоже очень много плюсиков. Мы учимся, да, это первые только шаги наши, первые года в бизнесе и далее. Это очень хорошо, что мы прошли такие ошибки, что мы наделали делов, да, наломали дров, потому что дальше мы сможем это... сделать так, чтобы наши партнеры предостеречь, не попали, да, ну, то есть не отступили на те же грабли. Потому что у вас есть чёткий пример, как вы сделали что-то не то, и это, ну, повлияло на ваш бизнес, на вашу команду. Поэтому, да, все пять важны, и они будут помогать вам строить прочные отношения с вашей атомной семьёй, с вашими партнёрами, со спонсорами, потому что и с теми, и с другими нам нужны хорошие связи. Ну, вообще связи в мире всегда имеют такую, да, те, у кого есть связи, всегда быстро продвигаются по жизни, имеют все блага. Когда же мы нестержены, мы не умеем управлять свои эмоции, мы нам без разницы на эмоциональном состоянии других людей, мы не умеем строить взаимоотношения, конечно же, нам сложно. И в атоме нам тоже будет сложно, поэтому это очень здорово, что вы уже прошли через это, и когда вы осознаёте, чего вам не хватает, и что бы вы хотели развивать. И тоже себе в блокнот напишите, пожалуйста, я бы хотела развивать тот, да, или тот-то пункт. Очень важно. Такая вот рефлексия получится. Так, слайды будут сохранены, да, запись идёт. Так, сейчас будет следующий слайд, напишите, пожалуйста, видно ли. Следующий слайд — это «Что отличает человека с высоким и низким уровнем эмоционального интеллекта?» И здесь уже идут примеры. Нет слайды, да? Хорошо, сейчас минуточку. Ну, придётся тогда вот в таком формате работать, раз слайды не переключаются. Не смотрите налево. Вот так сделаю, чтобы вы не видели следующий слайд. Да, спасибо большое за вашу помощь, поддержку в чате. И давайте посмотрим. Возможно, и запишем, да, как будто кто-то запишет, кто-то прочитает. Человек с высоким уровнем эмоционального интеллекта понимает свои эмоции, осознаёт роль чувств и эмоций в общении с людьми, умеет регулировать эмоции, умеет управлять внутренней мотивацией, поддерживать настрой на достижение цели, умеет выражать свои эмоции таким образом, чтобы устанавливать и поддерживать доброжелательные отношения с окружающим. И стремится познавать и обогащать свой внутренний мир. А что же с низким уровнем эмоционального интеллекта? Конфликтен, нерешителен, раздражителен, подвластен сильным чувством, стремится держать всё под контролем. И я думаю, что это ещё не конец списка, можно продолжать, да, как и слева, так и справа, но это основное. И, конечно же, с таким человеком справа будет очень сложно строить бизнес, особенно в Атоме, да, когда наш бизнес — это постоянное общение, выезды, это сессии, это встречи. И если человек будет остро реагировать на любые критические ситуации, конечно, будет очень сложно поддерживать тёплые, добрые отношения годами, на года вперёд. Поэтому мы стремимся к зелёному цвету, да, как здесь мы стремимся. Возможно, что-то из этого уже будет триггером для вас, чтобы, ну, каким-то советом, как лучше себя вести к той или иной ситуации. Так, ну давайте немножко теории. Есть рациональный ум, есть эмоциональный ум. Рациональный называется неокортекс, он думает и действует рационально и действует медленно, да, то есть подумать, прежде чем действовать. Что же эмоции наши действуют? Эмоции, эмоциональный ум, он чувствует, это сердце, да, наше, но действует моментально. Тут, ну, в этом нет ничего плохого, да, то, что и нам и тот, и другой ум, конечно, нужен. Тут же есть инициатива, тут же есть креатив, да, там, где у нас эмоциональный ум, стремление к действию, мотивация, это вот здесь вот всё. И поэтому, как на картинке, если у вас получается сделать так, чтобы неокортексы, эмоции наши, они были, дружили, были в гармонии, да, в синергии, то всё у вас будет получаться замечательно, да, в взаимоотношениях. И ещё хочется сказать, да, что я углубилась в тему, что когда эмоции, когда мы действуем эмоционально, то мозг наш, неокортекс, вообще отключается. То есть им импульсы даёт только вот именно сердце. И, наверное, вы тоже были в такой ситуации, когда вы как-то, ну, что-то сделали, предприняли вот на эмоциях, а потом подумали уже, ох, а почему я так себя повела, например. В этот момент просто у нас мозг был отключен, мы действовали вот чисто на эмоциях. Поэтому, когда такая ситуация происходит, как на картинке, это, конечно, более доброжелательный результат будет от ваших действий. И здесь текст. Эмоции — это источник ориентации, толкает нас к действиям. Они также могут заставить нас действовать нерационально, не в наших интересах. Бывает и такое. Эмоциональный интеллект — это набор навыков, который позволяет нам распознавать эмоции, чувства как свои, так и чужие, управлять ими. И также это наиболее важный фактор достижения успеха и полноценной жизни. Да, раньше на работу брали в крупные компании после прохождения IQ-тестов. Сейчас же важен как IQ, так и эмоциональный ум более даже важен, потому что многие корпорации, они очень приветствуют навык общения и навык работы в команде. Бывает и такое, что у человека высокий IQ, но при этом он не умеет работать в команде. Конечно же, тогда компания, несмотря на то, какое образование у такого специалиста, она не будет его задерживать или нанимать даже на работу. То есть проводятся какие-то психологические также тесты для того, чтобы понять, насколько у человека развит эмоциональный интеллект. Тогда только можно уже судить о том, сможет ли он сделать так, чтобы ваша компания, и компания увеличивались продажи, да, все в команде были счастливы, работали друг с другом, как часы были очень хорошие отношения. То есть от этого будет зависеть как бы работа, результаты такой команды. Поэтому оба-оба важны. Нужно там качать свою память, да, узнавать много языков, развиваться как интеллектуально, так и эмоционально. И тоже, да, мне очень картинка понравилась, как и интеллект, и эмоции, они такой вот в синергии, и тогда у человека будет, конечно, успех во всем. Если принять неудобную позу, то мы напрягаемся. То есть от физического тоже в результате меняется наше эмоциональное состояние. Дальше, чтобы повысить мотивацию, мы убеждаем себя, что неудачи временные, их легко преодолеть, и мы будем верить, что успех зависит только от нас. Тем, кому для преодоления неудачи всегда чего-то не хватает, они быстро сдаются, они убеждены, что мало смогут сделать для достижения успеха. И все зависит от способа мышления. И мы большое значение тоже даем в воспитании детей, например, да, что если мы с детства говорим детям, что ты все сможешь, ты все преодолеешь, у тебя получится, да, если какие-то неудачи, трудности ребенок испытывает, мы можем, как родители, от нас будет зависеть его будущее, насколько дальше, в будущем ребенок будет себя вести. Будет ли он быстро сдаваться, или будет дальше пытаться, 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 и обязательно у него что-то получится. Также и в команде, да, спонсор он как родитель, и от вас будет зависеть, насколько у партнеров будет получаться, от ваших добрых слов, от вашей поддержки, мотивации, тоже будет очень многое зависеть. И также, говоря о детках, был такой эксперимент. Учительница, она перед каждым ребенком в классе поставила зефирки и сказала, не есть, пока я не приду, и вышла из класса. А, нет, она еще так сказала, что если я приду, и вы не съедите, то я вам еще дам сладостей, еще больше сладостей. И прошло какое-то время, 10 минут, она возвращается и смотрит, что некоторые дети, они съели, не удержались, так сказать, от сладости, были и детки, которые послушались ее и захотели, да, но они поняли, что если я сейчас не съем, чуть-чуть подожду, я получу еще больше. И через 20 лет тех же детей опросили, сделали тоже психологические тесты. Оказалось, что они были более успешны в жизни, чем те, которые не смогли отсрочить свое удовольствие. Поэтому настолько важное значение имеет эмоциональный ум наш, который тоже нужно развивать. Также он помогает обрести счастье и здоровье, способность держать диеты, ранг империала, это тоже здесь есть, насколько мы можем достичь, дойти до конца. Вот мы делаем всякие марафоны, тот же сценарий жизни, он тоже у нас идет. Нужно делать каждый день, галочки ставить. Дальше я вам покажу именно эту страничку. То есть, насколько вы можете, вот открыв книгу, например, дочитать до конца. От этого тоже будет зависеть ваш успех. Вот сколько начали бизнес от Томи, дойдете ли вы до конца, или вас остановят какие-то трудности, какие-то сложности. вы будете думать, у меня не получается, это не мое, и так далее. Или вы дойдете до конца, раз поверили в эту идею, разожглись, то есть, что вас никогда не остановит ничего. И это мы можем в детях наших тоже развивать, такие навыки, которые в дальнейшем сделают из них успешных людей. Сейчас не так важно, чтобы наши дети были идеальными зазубривателями, чтобы они все знали, все считали, потому что сложно в будущем будет именно только с IQ, с этими навыками жить в реальности, потому что роботы начинают заменять людей в тех или иных сферах работы. Это более-более-более. То есть мы, например, считаем хуже, чем калькуляторы. И это будет дальше только развиваться. То есть не нужно делать так, чтобы дети были только интеллектуально развиты, но эмоционально тоже. Например, роботы они не умеют чувствовать, у них эмоционально вообще не развиты, только интеллектуально могут развиваться. Поэтому в этом наше преимущество, и это в детях нужно тоже развивать. И так же эмоциональный интеллект помогает уменьшить и избегать нервозность, беспокойство, гнев, стресс, зависть, ревность, раздражение, острые реакции и так далее. Ну, представляете, насколько легче ваша жизнь была бы без вот этих негативных эмоций, без стресса. Да, стресс, как вы знаете, вызывает болезни. Я смотрю корейские драмы, там в каждой драме об этом говорится, да, потому что корейцы, они помешаны на здоровье, на здоровом образе жизни, они как бы напоминают с каждой драмой, что стресс, это источник болезни. Насколько лучше был бы ваш бизнес без вот этих негативных эмоций, без стресса, без зависти? Насколько больше у вас было бы энергии? Потому что такие негативные эмоции, они высасывают из нас энергию, нам просто нет сил их пойти, хочется просто уснуть и всё, да, поспать всю ночь, 12 часов, чтобы прийти в себя. То есть не проходить через всё вот это вот негативное, помогает тоже эмоциональный интеллект. Давайте пойдём дальше. Если вы иногда испытываете те или иные негативные эмоции, всегда спрашивайте себя, почему это меня задевает? Например, ребёнок, да, вот мы видим на фото, плачет, и родители о чём-то шушукаются, и он так подумал, что скорее всего это обо мне. То есть детки обычно так, они думают, что всё, весь мир вокруг к них крутится, и если кто-то смеётся или шукает, то это скорее всего о них, да. Распознавать свои эмоции и это внутренний диалог, то есть позволяет нам рефлексия, задуматься о том, почему это меня задевает, почему так происходит, то есть это тоже эмоциональный интеллект нас вкачает. Да, Соли пишет, а как же от этого избавиться, мы к этому придём. То есть представьте, что у вас колода карт, к вам приходит злой отлайн-начальница, и представьте, что вы можете выбрать одну из этих своих эмоций. То есть не реагировать сразу, да, негативным образом, и начнётся тут споры, крики, а когда вы можете понять, почему у человека такое состояние, да, почему она зашла в кабинет, такая накрученная вся в эмоции, понять и выбрать ту эмоцию, это и есть эмоциональный интеллект. Когда мы настолько прокачаны, что на нас не влияет окружающее влияние, мы можем сами выбирать, какую эмоцию нам проявлять в той или иной ситуации. Также эмоциональный ум улучшает наше здоровье, иммунитет повышается, сердечно-сосудости, заболевания, депрессия, ожирение. Ну и что улучшает эмоциональный интеллект, это чувство благодарности, тренировки, прогулки, чтения. Вообще чувство благодарности, о нем можно отдельные вебинары делать, это настолько сильная, хорошая эмоция, благодарность. давайте первым домашним заданием будет именно записать, к чему вы благодарны сегодня и вести такой дневник ежедневно и отправить затем куратору скриншот ваших записей. Благодарность настолько сильно может повлиять на вас, что уйдет стресс, то есть депрессия, что вы тут же можете почувствовать себя лучше, появится улыбка на вашем лице, когда мы знаем, мы улыбаемся от минуты и дальше, несмотря на какое настроение у нас было, оно улучшается. То есть даже можете попробовать, если вы угрюмый, хмурый, просто заставьте себя улыбнуться на минуту и затем вы почувствуете, что ваше настроение меняется, вам уже проще, вам легче, да, вы сменились, сменился негатив на позитив, вы видите все в более ярких, хороших тона. Также тренировки, а когда вы чувствуете себя плохо, эмоционально в низком уровне находитесь, то когда вы пройдетесь прогулку и сделаете или сделаете тренировку, сразу станет легче. Как это для нашего мозга полезно, так и для всего организма, потому что от мозга зависит состояние всего организма, стресс, он передается все в каждую нашу клеточку, умеете то есть физически тоже себя расслабить. Да, домашнее задание выписать 10, давайте так, 10 благодарностей за сегодня. Это вообще очень мощное упражнение, и о нем я раньше читала в книгах. 10 благодарностей за сегодня. Чему вы благодарны? тоже можно про атоме здесь написать. И отправить куратору, и каждый день так отправлять 10 благодарностей за сегодня. Вы сразу почувствуете себя лучше, это отразится сразу и на вашем бизнесе в том числе, если не сразу, то постепенно. И вообще чувство благодарности, если вы в нем находитесь, то очень сложно наделать ошибок в таком состоянии. Очень сильное, хорошее состояние, в котором стоит находиться постоянно. Ну, это, конечно, сложно очень, но каждый раз входит в привычку, то легче и легче. так, также недостаток сна тоже может снизить наш эмоциональный интеллект, снизить креативность, рост, сексуальное влечение, ослабить иммунитет, вызвать проблемы, ну, вот, все вот это вот, то, что здесь написано, да, это по научным данным, и не высыпается приблизительно один из трех взрослых, то есть нужно знать свою норму, на сколько вам нужно спать, кому-то хватает 5-7 часов, мне этого не хватает, я знаю, что мне нужно 8-9 часов поспать, если я испытываю стресс, то, конечно, еще больше часов, чтобы восстановиться, и режим дня очень сильно помогает тоже, когда вы в одно и то же время ложитесь и в одно и то же время встаете, ранние подъемы тоже очень классные, если вы сможете это организовать, понимая, что кто-то с детьми, кто-то рабочий день такой, не получается, но если вы можете это организовать со временем, то вы увидите улучшение в своем здоровье, то есть как улучшится работа мозга, так и всего организма. ну и управляя своими эмоциями, вся концепция эмоционального интеллекта строится на том, чтобы правильно распоряжаться своими чужими ощущениями, нас очень долго приучали подавлять эмоции, особенно негативные, но эмоциональный интеллект призывает использовать их для стяжения цели. Допустим, гнев можно игнорировать и пытаться быть спокойным, а можно наоборот усиливать его. В некоторых ситуациях это полезно. Например, когда вы сильно волнуетесь перед встречей с руководителем и не можете сказать двоих слов, добавьте в него немного раздражения, оно станет драйвом, который усилит уверенность в себе. Было ли у вас такое, что... У меня, например, такой пример, что когда я эмоционально накрутила себя негативными эмоциями, я иду и делаю уборку или мою посуду. Делаю то, что я долго копила, долго не делала, откладывала, и тут раз что-то физически сделать, и на уборку получается еще больше энергии у меня получается. Я могу в таком плохом негативном состоянии весь дом убрать, тогда как в обычном состоянии, это для меня невозможно. Я не представляю, как это можно сделать. Но используя свой гнев в нужном русле, вы можете удивить самих себя. Было ли у вас такое? да, все кухни мою, да, вот у женщин у нас такое есть, мы становимся супер-женщинами. да, это очень здорово, когда вы свои эмоции не на близких, близких, например, выражаете свой негатив, а вот на чем-то полезном. И так вот ваши негативные эмоции, они в положительном русле выходят из вас. И все, вы после этого снова довольная, красивая, счастливая женщина. Так, ну и давайте посмотрим, как же сделать так, чтобы ну, как прокачать в себе эмоциональный интеллект. Это нужно знать. Основная идея опытов, поставленных Павловом, помните, Павлов и собаки, состоит в том, что мы запрограммированы определенным образом реагировать на тот или иной раздражитель. Вот есть стимул и реакция. Наша реакция, то есть что-то простимулировало нас, например, кто-то нас подрезал по дороге, да, и у нас сразу негативная реакция. Мы начинаем, выходим из машины и начинаем ругаться, да, с этим водителем, может все дойти до драки, то есть последствия. Обязательно происходят. Также и в атоме что-то вас простимулировало, какой-то ситуации, вы начали ругаться со своим партнером, да, и последствия партнер с вами не разговаривает, и, ну, ничего хорошего от этого нет, да, то есть это может случиться с каждым, вы никогда не знаете, что именно вас может простимулировать, какая реакция у вас будет. поэтому давайте здесь тоже прочитаем перед тем, как перейти к следующему слайду. Животные лишены осознания себя, воображения, совести, независимой воли, они запрограммированы инстинктами, дрессировкой, их можно обучить, быть ответственными, но они не могут принять на себя ответственность за это обучение, они могут управлять им, но не способны изменить программу, они даже не осознают того, что их обучают, поэтому когда мы говорим о человеке, о насколько здесь у нас огромный развитый мозг, тогда наши возможности безграничны. Мы можем быть человеком, который управляет, который на стимул определенный реагирует нужным для себя образом, то есть не так, как мы запрограммировали, как мы привыкли, а так, как это было бы лучше для нашего бизнеса. Например, вот давайте снова стимул и реакция, и между стимулом и реакцией у нас есть свобода выбора, которая создается посредством осознания, рефлексия, мышления, многоуровневая избирательность, множественные точки зрения, внимательность и расширение границ, коммитмента, ну преданность, коммитмент, сложно на русский перевести, поэтому оставили на английском. преданность своему бизнесу в этом случае. То есть между стимулом и реакцией ответной нашей же у нас есть выбор, какую эмоцию мы выберем с вами, негативную или конструктивную. и это очень важно, да, вот это и есть эмоциональный интеллект, свобода выбора, это ваш выбор, что вы выберете. Например, сегодня в Алматы пошел дождь, такие серые дни пошли, и напишите в чате, пожалуйста, кто, кого дождь, такие негативные эмоции, да, когда у кого нет сразу настроения, когда дождь, кому становится грустно, плюсик можно просто написать. Вижу, что двое участников подняли руку, так, это я тогда беру как плюс, есть такое, да, но это тоже, да, погода, как говорится, в песне у природы нет плохой погоды, это тоже наш выбор, как мы будем реагировать, дадим ли мы дождю свою энергию, да, мы не захотим, там, общаться сегодня с партнерами, не буду я сегодня делать пост, там, дождь пошел, не буду делать фотографии, свет не тот, ну, в общем, делать ответственным дождь за свою, за свои действия, это, конечно, делать не стоит, да, кому-то нравится дождь, я завишу от солнца, вот, Катя пишет, а зачем вы ответственности на солнце столько дали за свое настроение, да, алматинцы, на самом деле, очень любят дождь, потому что смог сразу летучивается, воздух свежий, становится весь город зеленый, по индикаторам загрязнения воздуха, мы с Владимиром скорпионы, и мы, на самом деле, очень любим дождь, вообще, ну, и то, что я очень так об воздухе переживаю, о малатинском, то, конечно же, снег, дождь, любые осадки, они прочищают, какой воздух, да, после этого, ну, то есть, даже в дожде можно найти очень много приятного, хорошего, поэтому не позволяйте внешним факторам влиять на ваше настроение, на то, как вы действуете, на вашу энергию, на ваше эмоциональное состояние, да, если кто-то вас подрезал, да, нужно подумать, ну, наверное, спешит, там, что-то срочное случилось, и он, ну, не может по-другому себя вести, отпуская эту ситуацию, и таким образом вы сохраните огромное количество своего времени, энергии и настроения после дождя и радуга, да, согласна, после дождя классно выходить и гулять с детками, очень точно, запах дождя очень люблю, пишет Татьяна, я живу в городе солнце, и часто две радуги бывают, здорово, ну, я уверен, да, что в Атоме у нас позитивные люди, любой вы негатив можете превратить в позитив, это очень здорово, поэтому пользуйтесь своей свободой выбором, да, мы люди, мы более эволюционировали, и у нас есть такой замечательный мозг, если мы будем пользоваться им перед тем, как давать реакцию ответную, да, на негативное какое-то слово, да, может, все, что угодно может вызвать у вас негативную реакцию, вы никогда не знаете, и мы будем устроить этот бизнес годами, мы только начали в Атоме, и может быть любое, что может вызвать негативную реакцию, и вы там напишите что-то, и это будет очень, ну, некрасиво смотреться, к сожалению, испортит ваши отношения, испортит ваш бизнес, если у нас будет такая способность, и она у нас есть, да, я думаю, что вы уже начали ее развивать, такую способность, это даже сверхсуперспособность наша рефлексия, избирательность, внимательность, возможность выбрать эмоцию и поступить более конструктивно для своего бизнеса. В Корее говорят, что будь кэнсарам, то есть имей, будь человеком с большой буквы в любой ситуации, да, критической, и имей большое сердце, тогда это обязательно вернется вам в сто крат, то есть если вы в определенной ситуации не поведете, да, не будете реагировать очень негативно, возможно, примете ситуацию такую, какая она есть, то в будущем обязательно вы получите что-то хорошее, то есть вам вернется то, что хорошее, что вы, как, что вы сделали, да. Так, надо полностью контролировать свои эмоции, эмоции это и есть стресс, смотря куда, например, да, вы можете, вы вправе управлять своим стрессом, вправе управлять своими эмоциями, мы не говорим о том, что нужно прям контролировать все свои эмоции, быть как робот, нет, да, то есть особенно позитивные эмоции нужно проявлять их максимально, но быть аккуратными с негативными эмоциями значит, что у вас есть свобода выбора, что вы вправе выбрать ту эмоцию, которую было бы лучше, да, в той или иной ситуации, то есть чтобы, как бы, забегая вперед, как бы я себя подвел, если бы мой мозг в тот момент не отключился, и я бы вот это не ляпнула, например, да, то есть мы, такая это суперспособность быть как бы в будущем, в будущем, мы такие вот, сейчас идет стимул, сейчас очень сильный стимул идет, негатив какой-то, мы испытываем, и как мы ответим на этот стимул, и мы так забегаем вперед, и оттуда думаем, вот надо было поступить вот так, лучше было бы так, чем я, чем вот как я бы поступил, да, ну, первый порыв был, а надо было вот, вот так, и не всегда удается ими управлять, Галия пишет, это абсолютно верно, это та способность, которую можно прокачать в себе, если вы будете, уже здорово, что вы это осознаете, да, это уже первый шаг, далее вы просто будете, когда у вас будет такая ситуация, вы будете, вы осознаете, что вы в такой ситуации находитесь, и у вас будет свобода выбора, как ответить. И здорово, что у нас очень много сейчас сообщения онлайн, тогда, когда мы не должны, да, что-то сразу сговорить, вот как, например, в коллективе, в компании, да, в офисе, мы, часто бывают уже конфликтные ситуации, потому что тут же человеку надо реагировать на что-то, а находясь онлайн, у нас есть время подумать, порефлексировать, включить эмпатию, включить самоосознанность, контроль своих эмоций, да, и мы можем более мудро поступить в ту или иную ситуацию, вот об этом речь. И национальный интеллект это основа важнейших навыков, таких как принятие решений, тайм-менеджмент, толерантность, эмпатия, работа в команде, буздание стресса, коммуникации, навыки презентации, социальные навыки, управление гневом, обслуживание клиентов, гибкость, доверие, ответственность на поиск, в хорошем смысле. В Атоме мы не выбираем, с кем мы работаем, да, мы рады всем, но бывают ситуации, что с определенными людьми нам сложно найти общий язык, да, это, например, сложный клиент вам попался и очень негативный, например, человек, но вам все равно нужно наладить с ним отношения, да, это, например, ваш ключевой партнер. используйте свои навыки, да, национального ума, национальный ум, вы эмоционально умный, чтобы в этой, в такой сложной ситуации быть человеком с большой буквы, то есть, чтобы в дальнейшем, да, вы, например, повели себя максимально мудро в этой ситуации и дальше уже не жалеете о своих, о последствиях. В команде очень важные навыки, вот все эти навыки, вы можете выписать себе именно тот навык, который вам хочется развить. Здесь навыки презентации, это, например, когда вы рассказываете маркетинг-план, проводите встречу, и вам пришел какой-то вопрос, да, или какой-то негативный комментарий, что вообще вы надели сегодня, да, или как вы выглядите сами, почему у вас самих, почему у вас прыщики, прыщи на коже, а вы рассказываете, насколько классная продукция, косметика. То есть как в такой ситуации реагировать? На вас смотрят люди, да, если вы среагируете там, ну, не очень, не лучшим образом, да, скажете, а на себя посмотри, то в глазах аудитории вы не будете выглядеть профессионально, к сожалению. В этой ситуации, да, мы включаем снова эмпатию, да, почему так человек, может, у него плохое настроение, что-то случилось, почему он, да, сказал такую вещь, или, возможно, действительно, мне стоит задуматься, потому что критика не всегда бывает только негативная, мне стоит пересмотреть свой уход или прием витаминов, и тогда этого триггера не будет. «Все хочу», пишет Сарвен. Да, постепенно мы все это сможем в себе развить. Главное поставить цель. И давайте такие упражнения поделаем сейчас в чате, напишите, пожалуйста, вот такой триггер. Триггер – это стимул, да, какой-то стимул, что вас раздражает. Вот спонсор не регистрирует людей. Что в таком случае делать? Вот исходя из эмоционального интеллекта. Ваши варианты в чате, пожалуйста. Спонсор не регистрирует людей. Самим регистрировать. Ничего, строить структуру. Надеяться только на себя. Да, отлично. Не надеемся. самому регистрирует. Да, это брать ответственность за свой бизнес. Это наш бизнес. Это наши две ветки. И спонсор не обязан нам ничем. Он уже сделал большое дело, он познакомил нас с Атоми. Я руководитель своего бизнеса, и мне подвластна моя структура и мой доход. Да? Не ждать от спонсора и самой работать. перестать обижаться и струиться. Отлично, спасибо большое. Следующая проблема. Спонсор не звонит, не спрашивает, как дела. То есть, такой конфликт, да? Если этот конфликт дальше развивать, можно испортить свои отношения, да, на ровном месте. спонсор не звонит и не спрашивает, как дела. Сама достаю звонками. Самой позвонить, пригласить на чай. О, самой звонить и вопросами достаю. Отлично. Да? То есть, взять эту ситуацию в свои руки. Узнать, почему. Вдруг что-то случилось, вы никогда не знаете, почему так происходит. Или спонсор даже не знает, что вы ждете звонка, что вы такой человек, который любит общаться. Просто дайте знать. Вот. Отлично. Молодцы. Не терять связь, самой звонить. Это бизнес, нужно всегда думать, что у спонсора есть другие партнеры. Да, Мадина, вот у Мадины большая эмпатия, разве это я вижу. Спонсор занят, позвонит позже. Плыти на связь самой. Скорее всего, некогда понять, простить. Иногда сама учу работе своего спонсора. Да, почему бы нет? Это не... Даже вот, да, у нас много партнеров, кто старше, опытнее нас, и мы учимся у них тоже. Дайте знать, что для вас это важно. Больше двух дней без спонсора не могу, звоню. Спонсор это партнер, который тоже строит бизнес. Позвоните, если что-то нужно. Моих спонсоров от меня потряхивает, наверное, иногда. Олеся пишет. Это здорово. Очень много позитивных эмоций, я вижу в смайликах. Здорово. Молодцы. Следующая проблема партнер уже. Тут уже не партнер, а не спонсор, а партнер. Партнер не хочет со мной разговаривать и работать. То есть он предпочитает работать с вышестоящим. Если реагировать негативно на эту ситуацию, можно испортить отношения с работающим партнером, с работающим человеком. Что же делать в такой ситуации? Отпустить партнера, это его выбор. Если это приносит положительные плоды, то так даже лучше пожелать удачи. Буду очень рада, пишет Кульбыш. Скинуть акции в WhatsApp, сделать маленький подарок, передать через Курьера, наладить. А, Салатанат хочет все-таки наладить. Да, я тоже люблю, когда нет никаких недосказанностей, непоняток. Лучше, да, ну, возможно, да, в какой-то ситуации наладить отношения, почему нет. Дать знать, что нужна, будет помощь. А, если им нужна будет помощь, ты всегда рядом, дать знать, Матина, мне что-то лично. Надо показать партнеру, что ты тоже компетентен, это его выбор, дать понять, что всегда можно обратиться, согласиться с его решением. Партнер тоже ничем не обязан, как и спонсор. Мы равны. Сделать так, чтобы захотел общаться с тобой, Светлана, кем? Интересно. Диалог, лучше встретиться, поговорить, дать время, учитывать может сейчас человек проблем. Так, отлично, спасибо большое, классные варианты. Партнеры не реагируют на мои действия. Там я что-то пишу, никто не отвечает, я пост делаю, никто не лайкает. То есть, такая ситуация, тоже стрессовая, когда мы негативно относимся к своей жизни, в этой же команде. Менять тактику, пишите, или надо, классно, я всегда на связи со своим спонсором, мои партнеры всегда на связи. Это как аффирмация, да, уже идет. Принимаю действий, еще больше меня должно быть много. Сейчас партнеры не реагируют на мои действия, в чат добавляю, приглашаю на бизнес, надеюсь, что все-таки начнут реагировать. Да, например, клиенты не реагируют на мои посты, да, на сторис. Подписчики не лайкают посты, не комментируют. Надо немного переждать, чтобы партнер успел соскучиться. Главное, не сдаваться, и быть еще лучше. Согласна. Ну, со всеми согласна. Классный вариант. Задать себе вопрос, почему так происходит. Да, почему бы нет, анализировать. Разобраться, почему, посоветоваться с партнерами, Наталья пишет. Наталья Усгорская, позвонить, узнать, как дела, можно даже на помощь. Да, если какой-то праздник, день рождения, или вы видите, с чем-то поздравить, всегда приятно. Продолжать действовать, движение всегда приведет результат. Отлично, да, продолжайте. Вот Нина пишет, все равно повторяю свои действия, но уже смотрю на ситуацию. Да, какое-то время мы будем продолжать действовать в тех же паттернах, что мы привыкли. Привычки — это мы рабы своих привычек, мы не можем сразу реагировать там супермудро и суперправильно в той или иной критической ситуации, но со временем это будет улучшаться, легче двигаться вперед в любой ситуации. Когда они реагируют, я все равно знаю, что они наблюдают за мной и моим процветанием в одноме. Да? Лично? Хелен пишет. Капля камень точить, продолжать. Ну здорово, у всех очень классный настрой позитивный. Следующее, предпоследнее, да? Я не умею рекрутировать, я не знаю, где брать людей, нет регистрации. умею рекрутировать, но потом не могу активизировать их. Если только предлагаю подарки, тогда начинают активировать свой ID. Вот проблема, да, то, что я как-то рекрутировать-то умею, а активизировать не умею. Возможно, и на эту проблему у вас найдутся какие-то решения, дорогие адамянцы. Или активизировать. Или активировать, да? Только рада буду, все равно мы в одной команде, главное, чтобы работать. Так, это на предыдущий, да? Елена предлагает задолбать всех, и некоторые из 15-го раза соглашаются. Да? Я недавно прочитала такую вещь, сейчас дословно уже не скажу, как она была, но то, что продажа, если сделать что-то, да? Продажа, если в 10-й раз только у вас получается, то это успех. Если до 10-ю попытку. А если вы один раз что-то сделали, и не получилось, и сразу сдались, вы это еще ни о чем не говорит. То есть делайте что-то 10-15 раз, только потом будет результат. К сожалению, да, это так. Любая работа, она непростая, любой бизнес требует усердства. Продолжает двигаться, не сдаюсь. Людей много, надо учиться с ними работать. Вот согласна с Натальей Усгорской, что людей-то очень много вокруг. Кто-то думает, где мне взять людей, где брать людей, а людей очень много везде. незарегистрированных в Атоме огромное количество, незарегистрированных, сколько стран у нас, да, еще уже открылось, уже имеют доступ к заработку. Просто мы вот своим мышлением себя как бы вот так ограничиваем, что нет людей, нет заказов, нет денег, да. Это все ограничительные такие рамки, которые мы себе ставим, сами же. Проработать вам нужно себе это. Так, да, за такие регистрации больше радуешься, когда с активацией, да, но тоже это основ, это навык. Я когда первые делала свои таргеты, я делала упор на регистрацию, но не на активацию, то есть, чтобы главный человек зарегистрировался. Я вот, я хочу, чтобы у меня красиво, да, две веточки шли, постоянно росли, 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 и не делала акцент на то, что еще уже покупать здесь нужно. Потом это только пришло, и сейчас, да, и то, и другое есть. Не стесняться, людей везде много, даже покупая помидорки у одного и того же человека, это уже твой партнер. Да, сейчас людям нужен сервис, да, как вы продаете, как вы рассказываете об этом, какой сервис вы предоставляете своим клиентам и партнерам, тоже все очень важно. Конкуренция, когда растет, растут и предпочтения людей. Как Пакангиль говорит, если вы не сказали человеку 10 раз, то считайте, что вы не говорили человеку. Вот, да, о том, что я говорила, да, в продажах только так. Пробовать, пробовать, идти, не сдаваться, действуй, действуй, действуй. Нельзя один раз что-то сделать, пару раз, даже три раза, это мало, да, вот 10 сделали, тогда уже судите о результате. Рассказать так о продукте, пишет Светлана, что это очень им поможет, и они сами активизируются. Возможно, да, то есть замотивировать на покупку. Олеся пишет, нужно регистрировать людей через месяц, два, они возвращаются, услышав вновь о потоме, пусть активация будет не сразу, будет потом. Да, но чем занимается у нас Инстаграм, да, почему мы постоянно делаем посты, делаем сторис, как мы сами всем пользуемся. Возможно, человек пока подписался, да, даже зарегистрировался, но еще не делает покупки. Каждый раз, с каждым постом вы напоминаете, насколько классная продукция, насколько вам нравится бизнес, насколько у вас там чеки растут каждый день, это все тоже будет таким вот решением для вашего партнера, клиента, сделать покупку или начать бизнес. Люди идут на людей, пишет Элита. Серик пишет, моя проблема, я не знаю на 100% ни русский, ни казахский, получается, что перехожу с одного на другое и не всегда людям понятно. Но уже знание о своей проблеме это большой плюс. То есть работайте над тем или иным языком. Все делать на позитиве, да. И такая бывает проблема, что вам партнер может сказать, это не мое, какое-то время поработать, да, и потом сказать, что-то это не мое. Что ему сказать, что сделать в такой ситуации. Или вы чувствуете, что это не ваше. когда на самом деле это ваше, просто у вас определенные сложности, да, ну вот как выше все сказанное случилось, и опускаются руки, и это не мое. Аэлита говорит, что я тоже так раньше думала, да. когда не мое, ухожу, закрыв дверь. Если мое, то иду до победного и добиваюсь больших высот. Думаю, партнеры так же думают. Да, в атоме идти только до победного, да. Не идти в обратном направлении, только если, да, какие-то сложности бывают. или часто люди нам говорят, да, чем, ну как бы отговаривают нас от наших же желаний, от наших же мечтаний. Дать поддержку, подбодрить и витаминчик на радость. Будем идти до победного, пишется, донат. Это токсичные мысли, пишется, Наталья, да. Бывает, я думаю, у всех периодически. помочь с ними справиться, да. Афирмации, дать время ему лучше подумать, возможно, поддерживать и ободрить, если у него что-то не получается, да. Знаете, очень классное упражнение, Алла пишет, когда ребенок учится ходить и падает по 50 раз в день, и его не посещает мысль, а может, это не мое, да, точно, да. Ребенка ничего не останавливает, вот у нас, нам нужно, думаю, учиться многому тоже у детей, которых нет вот этих установок, не мое, да, у меня не получается, у меня ножки не те, или еще какие-то, мы себе придумаем отговорки, уже как бы опытным путем, мы это, как бы ум, это горе от ума называется. детки же, они только воспринимают этот мир, только учатся, и их ничего не останавливает. И вот такое очень хорошее упражнение, задавайте открытые вопросы своим партнерам. Например, ваш партнер тоже говорит, это не мое, вы можете среагировать негативным образом, да, сказать что-то, да что ты такое говоришь, да, свое мнение не нужно говорить, в этот момент попробуйте задать открытый вопрос, почему ты так думаешь. То есть такие открытые вопросы, они помогут вам понять, что в голове у человека и как ему лучше помочь. Да, эти открытые вопросы можно вот к этим применить проблемам. Спонсор не регистрирует людей. Почему? Что происходит, да, у него, как вы себя чувствуете, что-то случилось, да, то есть не реагировать сразу негативно, а попытаться понять, что происходит. Таким образом, у вас будут с партнерами очень хорошие отношения со всей командой, когда вы показываете, что вам интересно их мнение, и вы действительно искренне хотите узнать, почему происходит что-то, как помочь, да, что вы можете сделать и так далее вместе. Так как атомная это командная работа, без команды мы не можем стать, например, даже бриллиантовым мастером. и были комментарии об аффирмациях, да, аффирмации тоже, вот как улыбка, да, мы говорили, что минуту улыбку сильно сделайте на своем лице, и у вас улучшится настроение. Также аффирмации это установки для нашего мозга тоже, когда мы их постоянно проговариваем, уже хорошие, добрые, да, вот даже вот эти проблемы, любые проблемы, которые вы испытываете в своем бизнесе, они со временем решатся, благодаря тому, что мы настраиваем свой мозг на более позитивный лад, то есть запишите, а спонсор постоянно регистрирует людей, да, спонсор помогает мне, постепенно так будет происходить, а спонсор звонит и спрашивает, как у меня дела, ну, мы тут решили, да, первые два, что мы сами, хозяева своего, руководителей своего бизнеса, там, здесь можно придумать что-то, какие-то интересные другие аффирмации, да, мой спонсор, мой друг, классная команда, вот в таком ключе, с партнерами то же самое, да, моя команда самая лучшая, можно такую аффирмацию себе записать, запишите себе сейчас блокнот, да, можно не в чате, это более только личное, как бы вы хотели, чтобы дальше ваши отношения развивались, у меня прекрасные отношения со всеми партнерами, я сильный лидер, который чувствует своих партнеров и может помочь в той или иной ситуации, спонсоры, я дружная семья, я не умею рекрутировать или активировать, это уже претензии к себе, да, это не мое, здесь можно тебе аффирмации такие, написать, что я прекрасно рекрутирую, люди, да, партнеры, клиенты идут в мою команду сами, сами регистрируются или когда я им рассказываю, я так интересно рассказывала о бизнесе, так со страстью, с улыбкой, с уверенностью, что ко мне после каждой встречи ко мне идут в команду, ко мне идут в команду мужчины, не только женщины, да, ко мне идут в команду люди всех возрастов, в моей команде растет товарооборот постоянно, и прям видите, как ваш товарооборот растет, это не мое, а то мне это знать компанию, да, уже это когда не мое, о том, насколько огромные возможности дает нам компания в текущее время нестабильное, что это очень стабильный бизнес, который сделает мою семью, да, меня финансово свободным, а также моих детей и внуков еще накормят и даже все, только не сдавайся, да, иди до конца, то есть очень много аффирмаций можно записать на все ваши негативные эмоции, которые вы испытываете, которые вызывают у вас стресс, сделав это упражнение, вам станет легче и вы будете более с позитивным настроем идти вперед и решать свои проблемы, вопросы, задачи, и команда на самом деле все чувствует, когда в каком вы на состоянии находитесь, эмоционально позитивном или негативном, и публицирует это же состояние, что интересно, поэтому от вас, как от руководителя, очень многое зависит. Ну, что у нас еще? Есть такое первое достижение у нас, как автомастер-продаж, за что компания дарит нам первую птичку, вот так она выглядит, она самая маленькая, у меня уже третья, а сейчас на мне первую мы даже не получили, потому что в 19-м году не было такой рожки, она появилась уже позже, после пандемии, и очень здорово будет, если у вас у всех будет эта рожка, и когда вы получите, вы тоже так себя похвалите, скажите, я вот молодец, я мастер своих эмоций, просто так, потому что автомастером продаж без эмоционального интеллекта стать очень сложно, без таких вот навыков, знаний, автомастер продаж, я думаю, это цель многих людей, сейчас обучение будет лидером, и Сармен пишет, скоро я ее получу уже, как аффирмация, здорово, конечно, да, я желаю вам всем скорее получить, я уверена, что вы получите все, кто проходит это обучение, но вот, чтобы скорее, я, да, можно, она меня ждет, она уже идет ко мне, можно написать, и вот с таким настроем легче даже добиваться своих результатов, и такое осознание, что девиз атомии тоже подходит под определение эмоционального интеллекта, например, эмпатия и самоосознание, да, как мы говорили, пять составляющих эмоционального интеллекта, эмпатия, самосознание, это заботиться о душе, понимание эмоций окружающих и способность общаться с другими с учетом их внутреннего состояния, также способность осознавать собственные эмоции, ну, в общем, очень подходит, да, заботиться о душе, а также как о себе, так и о своих партнерах, спонсорах. Следующие навыки отношений создавать видение, это умение взаимодействовать с людьми, улаживать конфликты, работать в команде, возглавлять ее, мотивация, это следовать вере, стремление достигать успеха в работе независимо от других, а также склонность к достижению поставленных целей с энтузиазмом, позитивом и настойчивостью. Последнее, служить смирением мы взяли как самоконтроль. умение управлять эмоциями своими и сохранять эмоциональный баланс даже в критических ситуациях. Вот это смирение быть человеком с большой буквы и с большим сердцем. И давайте вот к этой картинке, да, то есть чтобы стать империал-мастером уже, не просто автомастером продаж, нужно как скачать свой эмоциональный интеллект, так и иметь лидерские привычки. Тогда вы, это формула успеха, формула империал-мастера. То есть мало только это всё знать, но также и как бы теория плюс практика. И давайте посмотрим, что вот даже сегодня мы послушали, да, вы послушали этот вебинар, было очень много информации, но теперь что происходит с информацией? через 35, то есть 35% забывается уже в первые часы, даже если вы зазубриваете всё, что было сказано сегодня. Записывали, да, и уже в первые часы забыли 35%, через день уже 50% забыли, спустя неделю уже только вспомните 80, можно вспомнить лишь, нет, остается уже только, можно вспомнить лишь 85%, так написано. Поэтому когда идёт какая-то теория, обязательно подпитывайте её практикой. Что касается, например, языков, да, когда мы изучаем какой-то язык, или это какой-то навык, там, игре на фортепиано, или, например, даже вождение автомобиля, мы, если не подкрепляем практикой, то мы всё забываем. К сожалению, такое происходит. Также, например, маркетинг-план. Вот кто услышал в первый раз маркетинг-план, очень сложно, да, его воспроизвести дальше уже кому-то рассказать, правильно? Поэтому, чтобы рассказать маркетинг-план красиво, интересно, и так, чтобы захотелось работать в Атоме, это, конечно, требуется очень много практики, очень много нужно его рассказать. Да, и часто мы говорим, что маркетинг-план можно рассказать сначала, как Мунгем говорит, собачки, кошки, домашнему животному. Поначалу, если стесняетесь. Затем попробуйте рассказать члену семьи, затем партнеру, затем уже большому количеству людей, и уже, затем вы уже сможете стадионом рассказывать маркетинг-план, насколько настолько будет автоматизирована эта привычка рассказывать и держаться, как держаться на сцене, так и систематично, организованно организовать свою речь. Лидерские привычки на 30% всего вырождены, на 70% это то, что мы приобретаем, то, что мы можем в себе прокачать. то, как мы себя ведем, это доведенная до автоматизма привычка, то есть, это опять же, мы рабы своих привычек, как мы привыкли себя вести в определенной ситуации, то так мы обычно и поступаем. Поэтому, чтобы изменить привычку, нужно ежедневно уже делать более мудро, более конструктивно, то есть менять привычку только таким образом. Кто-то говорит 21 день меняется привычка, кто-то месяц по-разному. На себе я заметила, что я больше раньше была, мое нормальное, обычное состояние было больше негативное. И на самом деле я удивилась, когда это осознала, насколько сильно влияет на нас наш прошлый опыт, опыт наших родителей. Кто в советское время, например, жил, испытывал очень много стресса или что-то в жизни произошло, то это негативно влияет на наше обычное состояние. То есть мы больше пребываем в каком состоянии, позитивном или негативном. Конечно же, также это можно в себе изменить, если мы каждый день делаем в силе над собой, улыбаемся, говорим, кто хочет громко научиться говорить, говорим громко, красиво, постоянно, без слов паразитов. То есть это все мы можем в себе развить. Также восемь привычек успеха есть в сценарии моей жизни. Вам виден сейчас этот слайд, Также я бы хотела узнать, какие лидерские привычки есть у вас сейчас, которые помогают вам в бизнесе АТОН. Ваши лидерские привычки, которые помогают вам в бизнесе АТОН. Запишите, пожалуйста, сейчас в чат. Как вы думаете, сейчас пишите, я сейчас окно открою. Итак, терпение и намерение помогают Райхан принимать решения, коммуникабельность, открытость, доброта, искренность, обсуждать, да, здорово, дисциплина, коммуникабельность, терпение, можно А. Не сдаваться, находить позитив во всем и повторение. Действия обучения, дисциплина, любовь, трудолюбие, умение вести диалог, ответственность, не одеяться только на себя и не перекладывать действия по работе на других. Это хорошо. Коммуникабельность, ежедневное общение с партнерами и спонсорами, брать ответственность, честность, любовь к компании, коммуникабельность, эмпатия, терпение, ответственность. А очень много ответственности, я вижу, общение, на это все очень важно в нашем бизнесе, потому что у нас здесь нет начальников, кто говорит нам вот скрипты, действуй определенным образом, потому что все люди разные, мы не можем на всех людей только определенным образом действовать. Всегда нужно индивидуально подходить в любом случае. Спасибо большое, очень крутые у вас привычки уже развились. Терпение, желание, любовь, вера, ответственность, общение, стремление, искренность. Быть открытым, думать о других, честность и дисциплину, быть на позитиве, лично. Все эти привычки, они обязательно помогут вам добиться успеха, иметь цели, верить в будущее. Давайте посмотрим на исследование. Исследователи австралийского университета выявили закономерность влияния личности управляющего на уровень доходности компании. Там, где лидер имел четкую концепцию работы своей команды, учитывал ценности, индивидуальные потребности сотрудников, мягко направляя, поощрял их самостоятельные решения, финансовые показатели были значительно выше. То есть от нас, как от лидеров, зависит наш же бизнес. И здесь не говорится только, да, об индивидуальных способностях лидера и его команды. учитывать ценности, индивидуальные потребности сотрудников, направлять мягко и поощрять самостоятельные решения. Второе, давайте почитаем, менеджеры, делавшие ставку на командную работу, мотивировали, вдохновляли коллег, уделяли внимание их росту и развитию. Поощряли креативность и инновации, в итоге обеспечивали предприятию более высокие продажи и прибыль. Это из книги привычек лидера. То есть в Атоме тоже нужно делать ставку на командную работу, мотивировать и вдохновлять своих партнеров, уделять внимание не только финансовым вопросам, но и росту, их росту, развитию, поощрять креативность, инновации и таким образом обеспечить себе высокие продажи, высокие товаробороны, бинары, ранги и все прочее. Раиса умение общаться, собрать ответственность, быть экспертным, позитивные отношения. Согласна, у вас все это есть. Солей пишет, помогать и решать задачи, общение обязательно, да. То есть то, о чем говорила Стелла на предыдущем занятии. Командная работа очень важно в бизнесе Атом. И в вот в таком ключе также действует и Пак Хангиль. То есть о чем мы говорили, да, о том, насколько он большой лидер, руководитель глобальной компании, которая удостоилась уже большой, больших почестей именно благодаря его управленческим навыкам. Эта компания, которая именно вот что касается сотрудников, тоже дает им очень много свободы, креатив, даже бюджет, она говорит, распределяйте, как знаете, мы вам доверяем, вы самые крутые, самые классные, да, то есть, но организация, конечно, есть, четкость есть, дисциплина, все есть, просто верить в сотрудников и компания Томи, вот, например, ждет возможности подарить вам счастье. Вот здесь давайте почитаем. Ценим каждого сотрудника. Вместо того, чтобы использовать сотрудников как инструменты, компания сама должна выступать для них в роли инструмента. Если сотрудники всем довольны на своих рабочих местах, они не подведут свою компанию, они будут делать все от них, зависящее для поддержки компаний как источника своего благосостояния. То есть, вот такие улыбки на лице, когда в команде, все у такой команды прекрасно развивается. Так, еще моменты отсюда. Я желаю, чтобы Томи была компанией с одним из самых высоких зарплат в мире. Я полагаю, что если сотрудники будут получать более высокую зарплату авансом, а не за объем фактически выполнены работы, они будут работать усерднее. Это не секрет, что у сотрудников компании высокие зарплаты. Но все равно я считаю, что быть партнером намного круче, потому что наш доход не имеет такой границы, например, только, например, 5 или 10 тысяч долларов у нас. Можно и сотнями тысяч долларов зарабатывать в месяц, если идти к этому годами и идти к этому очень мудро, мудрыми шагами. Что хотелось бы еще сказать, что ключевые навыки лидера, тоже показать коротенько этот слайд. Если вы наладите вот эти навыки в своей работе, в своей команде, то у вас обязательно пойдет бизнес вперед. То есть организовать работу, планировать, планирование исполнения, проработка проблем, принятие решений, изменение курса на вас, как на лидере лежит. И дальше убеждение влияния, наставничество, построение команды и межличностные отношения. Если вам удается все это сделать, то прекрасные результаты. И навыки развиваются, как и наши ранги, кстати, похожи, да, вот, лестника на наши ранги. Сначала мы начинаем как новички, да, слабый уровень, и затем приходит опытность, затем и мастерство, и привычка. Также мы уже идем более уверенными шагами к оперевому мастерству. И здесь вот переход от мастерства к привычке, он идет как автоматизм. Самое главное, что практиковаться следует ежедневно. Если вы хотите что-то, какую-то привычку в себе, какую-то лидерскую привычку в себе развить, это нужно делать ежедневно. И именно так она вырабатывается. Что как раз есть в странице нашего жизненного сценария. Есть такая вот страница, где у нас указывается 8 привычек, которые мы должны делать ежедневно и ставить ну в Корее ставить нули или о как о это значит галочка в нашем понимании. Крестик значит не сделал. Вы можете ставить как вам удобно, как галочки ставить. И это чтение, это просмотр видео, участие во встречах, использование продукции. То есть мы видим в примере, что это все было сделано, кроме обсуждения со спонсорами. То есть здесь был провал. Следующий день это сделали. Отлично поставили себе галочку, что-то не сделали. Но тоже бывает, что на пути мы не идеально идем, но мы идем. И вот так в течение 30 дней мы заполняем эту страницу и у нас прокачиваются привычки, это вот именно для становления империал-мастера. все важно, да, здесь мне особенно восьмой пункт нравится построение доверительных отношений, очень подходит к нашей теме сегодняшней, улыбайтесь, здоровайтесь, разговаривайте и благодарите каждый день. Не обвиняйте, не критикуйте, не жалуйтесь. Если вы, например, обвинили сегодня кого-то, покритиковали там, слухи распустили, то вы, к сожалению, ставите себе крестик, пожаловались, этого не делаем, да, то есть человек с большим сердцем, человек с большой буквы поступает более мудро, улыбается, здоровается, разговаривает и благодарит, общается, да, вот здесь больше как общается и благодарит каждый день. Если вы будете совершать эти действия на ежедневной основе, вас обязательно ждет успех в атоме. Если что-то непонятно, вы можете у наставника уточнить чтение, да, вы знаете, что у нас есть клуб читательский, о котором я говорила в прошлый раз, и кстати, вот это, вот эти картинки, они взяты из книги «Апреля», которую мы сейчас читаем, Мартин Ланек, «Привычки лидера», и вот эти пункты, они все как главы идут, они все прорабатываются, то есть будет у каждого глава, поэтому, кто еще не в нашем клубе, присоединяйтесь, очень интересная книга, нужная для атома. Жизненный сценарий продолжает быть наше домашнее задание, то есть сегодня благодарность и сценарий продолжать вести, затем отправить скриншоты своему куратору, он посмотрит, насколько вы не сдались, вы дошли до конца, вы делали там свои, ну, неделю, да, от моего первого занятия до конца, до этого занятия, и уже до следующего, до конца путь лидера, тоже это будет продолжение домашнего задания, еще 7 дней сделать, еще 7 дней вести, то есть уже получится 14 дней, уже в привычку может войти заполнение жизненного сценария, что дальше вы можете практиковать уже со своими партнерами, то есть это, как я говорила, империал-мастера создали эти привычки ежедневные как инструмент, благодаря которым вы можете развить в себе привычки для достижения высоких рангов, Эдемет пишет, я читаю Библию, это помогает мне оттачивать хорошие качества, которые помогают мне вообще из людьми. Отлично, чтение вообще очень хорошо помогает, то, что дает вам силы, уверенность, развивает вас, читайте, делайте. Пользуясь случаем, хотелось бы пригласить вас снова на наш читательский клуб, где мы читаем очень хорошие книги, которые мы проверяем, насколько они подходят именно в нашем бизнесе, насколько они будут прокачивать вас как лидера. А также у нас есть такой бьюти-марафон Синергия на май. Недавно мы только сегодня создали группу и зовем всех на марафон. Здесь уже впервые мы сделали, расширили нику не только Синергия, но и другие товары. Вот, кстати, вот здесь есть пункт использования продукции. То есть можно вот как в марафоне вы участвуете и ставите галочки. Сделали вы сегодня фотки, ставите галочки. И я желаю, чтобы вы прокачали свой эмоциональный интеллект для того, чтобы ваш бизнес только процветал, а также развили в себе лидерские привычки максимально, чтобы стать очень большим ключевым лидером большой, огромной команды глобальной. Не забывайте, сколько глобальной у нас возможностей. Мы можем строить бизнес любой из открытых стран. И даже на предрегистрации тоже уже можно работать. Как, например, Узбекистан скоро открывается и Владимир Хигай и Владимир Ан будут в этой стране. Развиваемся. спасибо всем большое. Да, сегодня я дольше обычного. Очень много хотелось что сказать, поделиться. Надеюсь, было полезно. Надеюсь, вы взяли для себя многое, записали. Надеюсь, очень много останется информации. после этой лекции запись будет, кто не смог прийти по определенным обстоятельствам. Когда Владимир будет в Ташкете в мае, да, Ташкент, Самарканд, там будет тур. Кот, да, да, точно, спасибо, что напоминаете. Кот. Так, спасибо, как всегда, четко по делу. И ясно. Так, у нас была цифра, хочется теперь делать букву. Первая буква вашей фамилии. Можно не писать в чате, это просто информация для вашего наставника, что вы были до конца, что вы прослушали лекцию, вы получаете определенный балл. Я желаю вам эмоциональной стабильности, чтобы ничто не смогло повлиять на вас, чтобы вы как-то среагировали не так, как хотелось бы, чтобы вы прокачали в себе настолько эмоциональные навыки, что вы с собой гордились в любой ситуации, даже критической. И затем это все уже передается дальше нашим партнерам и нашим детям. Например, сегодня у меня дочь, вообще в магазине она привыкла, что она всегда берет в себе сладости, когда я что-то покупаю. на самом деле это такая очень плохая привычка, потому что сегодня я узнала, что сахар это источник раковых клеток у нас. Я прямо вот как это услышала, я такая, все, хватит поменьше сладкого. и сама, и ей тоже. И сказала ей, если ты хочешь сладкое, тебе нужно это заработать. То есть мы придем сейчас домой после прогулки и прочитаем наш букварь. Очень сложно ей это дается. Она настаивает на том, что мы продолжали читать более сложные страницы, ей уже скучно сначала начинать, но ей сложно дается, и мы делаем это очень медленно. То есть очень много терпения, настойчивости здесь нужно, но мы продолжаем это делать, и мне очень нравится вот это чувство, когда она дочитает, она закрывает книжку и кричит, ура! То есть я достигла это, я смогла. Это большое достижение, думаю, что она дальше в будущем поможет. Вот такой, почему мы, как родители, от нас зависит, да, будущее наших детей, их эмоциональное состояние, как они будут справляться с трудностями. Вот прочитала половину страницы, ей тяжело дальше идти, но она продолжает это делать, для меня очень важно, как и для Скорпиона, например, что ты начал что-то это делать до конца. И как же, вот так же в Атоме, да, ты начал этот бизнес, да, иди до Империал Мастера, потом уже говори, насколько это твое или не твое. поэтому спасибо всем большое за внимание. Мы руководители своего бизнеса, мы ответственны за своих партнеров, за свою команду. Я желаю, чтобы вы были примером того лидера, которым нужно быть для ваших детей, для ваших партнеров Атоме, потому что у нас идет аппликация. Очень много благодарностей в чате, спасибо всем большое. Я много услышала для себя, это очень здорово, я рада. Это семинар специально для меня, спасибо. Сделала домашнее задание, пишет, отлично. Спасибо за полезную информацию. Благодарю всех за участие, Гульбаршин пишет. Да, благодарность. Это домашнее задание, вспоминаем, да, не забываем. Вы воспитываете гения, пишет, спасибо. Было очень интересно, и важно. Спасибо, Рейхан, вам большое особенно, потому что я помню, что вы были и на первом моем вебинаре об эмоциональном интеллекте. Спасибо, что вы с нами. Очень много сердечек от Сармен. Терпения вам и успехов. В воспитании, как и в Атоме, тоже у нас есть команда, как дети, у нас партнеры, мы воспринимаем их. Тоже очень много терпения нужно. Всем терпения нам, всем смирения, слышать смирение, заботиться о душе и так далее. Всем пока, всего хорошего, дойдите до конца этого обучения, у нас, помните, четыре уровня, сделайте все домашнее задание, это вам очень сильно поможет. И следующее занятие будет во вторник. Пока-пока.